Царь небесный, утешитель дух истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподатель, Принеселись у нас, и очисти нас от всякой скверны, И спаси благой души наши. Господи, просим Тебя благословить наши занятия. Прибудь с нами в этот вечер, не допусти нам уклониться, Ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас также в любви друг к другу, В единомыслии и согласии. Да будем мы едины, как Вы с Отцом едины. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. могут зайти дмитрия смирнова попробуйте добавьте кто-нибудь с телефона невозможно зайти во имя отца и сына и святого духа аминь первое послание иоанна 5 глава 13 14 15 стихи сие написал я вам верующим во имя сына божия дабы вы знали что вы вера в сына божия имейте жизнь вечную и вот такое дерзновение мы имеем к нему что когда просим чего по воле его он слушает нас а когда мы знаем что он слушает нас во всем чего бы не попросили знаем это что получаем просимое от него толкование здесь выводится как бы заключение я говорит написал вам как наследником жизни вечной ибо для тех которые не живут по надежде жизни вечной это не могло бы быть написано потому что давать святыню псам и бросать жемчуг перед свиньями не похвально евангелие от матфея 7 глава 6 стих напоминая сказанное повторяет во первых что должно несомненно веровать во имя сына божия то есть в преданное нам от него богопочтение ибо это значит как мы говорили имя сына божия потом говорит что знаком этой несомненной потом говорит что знаком этой несомненной веры служит не иное что как дерзновение которое мы находим пред ним через непорочную веру как и выше мы говорили и что опять знаком такого дерзновения служит получение всего просимого нами но как не все получают просимое и не все просьбы выслушивается то прибавляет по воле его то есть кто просит противного воли учителя тот не будет и услышан в этом случае он говорит подобно святому иакову просите и не получаете говорит он потому что просите не на добро послание а кого 4 3 обращая этот знак яснейший признак говорит если мы знаем что он слушает нас во всем чего бы мы не попросили то знаем это что мы получаем от него все просим и в него говорит как бы так если мы просим у бога сообразного с волей его то он слушает нас если же выслушивает нас в просьбах наших то мы знаем что приносим то мы знаем что приносим просьбы согласные с его волей и просимая нами имеем сами у себя такие предметы суть царства божия и правда его которых просить он и сам заповедал нам в евангелие в 6 главе 33 стихе в евангелии от мотфея давайте откроем вспомним евангелие от мотфея 6 глава 33 стих ищите же прежде царство божие и правда его и это все приложится вам пожалуйста у кого есть вопросы дополнение замечания без жизни может быть какие-то у вас примеры связанные с тем что мы сегодня прочитали вот но вот честно сказать вот я не не слышал молитвы и сам никогда не молился вот то о чем нам вот толкователь говорит господи дай мне царство божие и правда его как как-то вот не прижилась эта молитва хотя в евангелии мы считаем только что этот стих ищите там написано но раз ищите то то и просить надо бог поможет вот я уже говорил ранее батюшка наш рассказывал что по моему матроны московской там книжка лежала и люди записывали просьбы к ней может быть другая святая или святой я могу ошибаться не мощный память подводит и вот там ну прям большая толстая книга и просьбы все земные земные а господь учит и ищите прежде царство божие ну ли царство небесное ночью называется и впереди говорится о вечности и вот когда вы прежде чем чего-то попросить или что-то задумать вы задавайте в себе всегда четыре вопроса вот один из этих четырех вопросов а что я этим ищу земного или вечного все что земное она перестанет быть ибо мы умрем умрем и вот то чего он просим она вечность и с всякий раз у меня с игнатием тихоничем когда мы что поклонную молитву творим он всегда говорит слушает и дослышит раб твой и стоишь и прислушиваешься и редко когда но всяком случае у меня у вас не знаю как открывается место священного писания вот это вот с большой долей вероятности может быть даже и истинно но так раз мы молимся и просим то это нужно считать что это ответ от бога если это приходит на ум место священного писания то чего просим чего молим молимся говори господи слушает и слышит раб твой но впереди обязательно должно быть условия раб твой то есть мы должны служить богу и только рабов божьих бог слушает вот а сегодня как практика в церкви идут отпевает во первых никаких не рабов человек с роду не жила просят бога со святыми у покой а он никогда святым не был он по слову божию ни дня не жил и лукаса так а может быть он последний день покаялся да дай-то бог что покаялся но не было этого зачем обманывать себя и других покаялся мы бы знали что он прикал по покаялся как написано и пойди придет зайдет кто и кто не верующий зайдет то неверующий то увидит и пойдет ниц и скажет истина с вами бог и всеми обличаем и когда это было последний раз церкви православной да не было этого я имею ввиду храма московской патриархии в который привыкли все люди ходить наша общине было вот владимир пащенко свидетель когда он он от этого стиха родился духовно его всеми обличали и он понял что да с ними с этими людьми бог с этими людьми бог то и тогда уже мы имеем дерзновение молиться богу но а люди то имеют сегодня не дерзновение а дерзость богу не слушая не служат заповедь его не соблюдают попирают имеют наглость еще о чем-то его просить это язычество какое-то самое настоящее так мало того что на православных ярмарках ну к слову сказать на одной из такой ярмарок разбили мне камеру просто я снимал человека в воскресный день который вот торгует иконами красивые иконы но и вместе с иконами там вещи там ложечки именные какие то что вообще к православной вере никакого отношения не имеет когда я спросил а ложечки тайменные зачем а вот человек эту ложечку купит и уверует куда вы так уверены это уже после того как у меня камеру сломал на все там вера от ложечки а ложечка чего ложечка от бога а почему она потому что я продаю ее воскресный день значит вот если кто-то будет снимать это еще и выстоит в интернете об этом всем расскажет на сломаем эту камеру и глаза выкаю вы царапу еще желание такое так вот на таких ярмарках недавно ролик смотрел алексей осипов говорил торгуют молебными торгуют то есть приходишь на ярмар на этой ярмарке платишь деньги этому посреднику и он идет куда-то там в монастырь и подает ваши записки и тебя поминают там пожизненно тебе могут наврать что кто-то какой монах тебя будет по жизни напоминать ему что заняться там нечем что обман и осипов про это все говорит ему письмо женщина написала крик души вот такое вот она встретила по православной ярмарке его носит толков называет это кощунством кощунством так все это это говорит это письмо говорит даже не обличение это крик души и и дальше он продолжает никто этого не заметил с этого благодаря да 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 но я там написал а дальше говорит нет чтобы пойти напрямую в храм ну и пожертвовать там батюшки там а он уже тогда помолится то есть там то вы как бы знаете что это может быть обманом помолиться или нет но всяком случае осипов так говорит просьбы вашу богу передадут не придут а тут то вы будете уверены раз и попу заплатили полтора уж помолиться так вот ходите в храм и говорит осипов в наши храмы московской патриархии был оттуда зарплату получает ему туда всех загнать надо храм и там ваши просьбы папы выплаты какие просьбы мирские все просьбы обычному людей и не договаривает он что хорошо только чувство молитва за деньги с посредником а без посредников это нормально то есть он к этому призывает чтобы платили деньги жертвовали и папы будут молиться так это же симония как он этого не видит а потому что проект погрязли уже в этом во всем понимаете и вот здесь нам евангелист и ванны толкователь прямо черным по белому говорит что он слушает нас а когда мы просим что по воле его а по воле ли господа за молитву платить деньги на записочки за эти а это жертвоприношение да нет там конкретно человек заказывает то есть заказной молебен акафисты там всякие там были как сорока уст это называется и вот и осипов говорит и вот эти имена поминает 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 а человек стоит вместо того чтобы молиться он слушает а произнесут ли имя которое он записки написал или забудут а если уже забудут так я пойду претензий я же деньги заплатил за это вот до чего дошли и осипов алексей и чего он об этом говорит но не договаривает не договаривает что десятина должна быть святая десятина и мы имеем дерзновение тогда уже по воле его а так как дай мне денег я помолюсь а без денег чё слабо бог бог меркурий то и заплатил получишь просимая не заплатил сам виноват вопросы потому что просите не на добро вот прежде чем молитвы попросите на добру ли я прошу надо ли это мне а как это с волей кожи а волю может они знают слова божьи не проповедуются опять к тому же возвращаемся а что нужно прежде искать царство божие и правда его то есть просить чтобы бог был нам царем что нам скажет священное писание то мы исполняли какие заповеди он нам оставил тем и исполняли все раз будем исполнять то все остальное дальше говорится приложится вам вот она и это все приложится вам а что все яхты коттеджи дорогие автомобили да нет же конечно о чем человек заботится обычно что нам есть написано что пить во что одеться вот три вещи основные сытый человек одетый но дом еще крыша над головой актуально это вот себе и потому что ну без жилья к сожалению погибнет может человек а сверх того вот ищут это язычники язычники что они просят дошли чем угодно у бога у них и боги у разного еще алексей ильич говорит у нас специалисты православие там от зубной боли там такому-то головной боли такому-то святому помолиться русские специалисты там замуж надо дочь выдать это то одному специалисту пьет человек вот и неупиваемой чаще но аж благородица этого супер идол как он говорится это уж от всех от всех от всех то есть чем у вас не получилось если ей помолитесь богородицы обязательно все он будет тьма суеверий так загуляева наталья попросилась вопрос и есть да говорит то правильно да и не договариваться сделать ничего не может кожи профессор он же учитель а папа таких учителей говорят все что они вам говорят делайте по делам же их не поступает ибо они говорят но не делают вот это вот самое что ни на есть фарисейство на словах на все белые пушистые все у нас правильно а на деле не получается почему-то на деле а почему не получается потому что корень всех зол свебролюбия погрязла в этом трусости корысть корысти трусость дальше давайте разберемся так вот папа по прочитанному все согласны нет возражений дополнений то молитве сейчас идет речь и нам же интересно выполнит господь наши просьбы или не выполнит некоторые считают что он прямо обязан выполнять наши просьбы это уже и дерзновение дерзости хамство а дерзновение получается тогда валюта то есть надежда что бог даст нам просимое условия заповеди соблюдаешь ты мой раб я твой господин тогда да также и на работе если вы начальник у вас работник добросовестные ответственные ему и зарплату там и и премию если надо еще там благо какие-то там отпуск все если уж так сравнение такое уместное делать также и здесь а дальше веруя в сына божия некоторые в сына божия не верят мусульманам молятся просят и получают просимое от кого только это просимое понимаете и что они просят то все такое вот опять же мирское неугодное богу нашему богу христу евангелие вы простите первое послание она 5 глава 16 17 стих если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти то пусть молится и бог даст ему жизнь то есть согрешающему грехом не к смерти есть грех к смерти не о том говорю чтобы он молился всякая неправда есть грех но есть грех не к смерти толкование сказав что бог исполняет прошения наши согласны с его волей апостол теперь ясно высказывает желание свое о том чтобы мы просили по воле божией и как он много почти через все послание говорил о любви к брату и о том что бог желает чтобы мы соблюдали любовь к брату не лицемерно то теперь одним из желание его и самым лучшим называет то что когда кто видит брата своего согрешающего грехом не смертным то пусть просит и даст ему что даст жизнь вечную кому согрешающим не к смерти вообще он разделяет грех так всякая неправда есть грех и один грех к смерти другой не к смерти но грехе к смерти говорит пусть не просит то есть не молится ибо не будет услышан потому что просит не на добро разумеет того кто не показывает никакого обращения ибо грех к смерти тот и есть только в котором не приносят раскаяния этим грехом не дуговал иуда и подвергся вечной смерти злопамятные также грешат к смерти притча 1226 праведник указывает ближнему своему путь а путь нечестивых вводит их в заблуждение ибо те кое помнят зло и не прекращают гнева на ближнего не обращаются к покаянию но согрешают непростительно вот вопросы если есть казалось бы ну злопамятство ну помнит человек зла но не прощает ну что что такого то просто помнит ничего не делает пакости никаким не творит казалось бы ну молись да и простит его господь что там у него там ну злится злится нет господь даже не молись не пощажу и не помилуй когда у священников молился святой а почему потому что они не хотят каяться не хотят отстать от сребролюбия почему столько соблазнов первое вот я вчера разговаривал позвонил один харькова человек церковь ходите спрашиваю нет а чего отчетом они папы вон они жаруют такой соблазн и все вот и в храмы из-за этого многие не ходят и богу не молятся что видят это лицемерие говорят одно учат жить в бедности в скромности любить брата ближнего а сами першествуют блистательно как прыща богачей лазарь говорит нестыковочка кто же поверит проповеднику проповедующему сухой закону если у него губы в вине никто не поверит так и здесь и вот он рассказывает бабки эти бедные последнюю пенсию там как копейки несут в храма они жаруют вот он мне так бабки то они не попал несут а богу то есть у них вера то может быть искренняя но если бы они учили бы по слову божию а по слову божиих то христос говорит вот бедная вдова она больше всех вас положила он ее хвалит эту женщину две лепты всего остальные может от избытка то есть всегда жертвовали иуда этот ящик на носил и туда жертвоприношением потому что ну так устроено на жизнь и вот слава богу вот брат мы как раз разбираем грех к смерти и грех не к смерти толковательном четко и ясно объясняет что это за грехи к смерти и не к смерти не к смерти это когда человек приносит в этом грехе покаяние тогда вечная смерть его не застегнет а если человек не кается здесь апостол говорит даже не молитесь ну как а вдруг он мы будем молиться вдруг он покается вот когда покается тогда и просите о прощении и бог подумает простить ему еще и посмотрит или не простить выдержит он и пить ими или не выдержит а у нас как прости господи я больше так не буду а сам на следующий день опять ну вот стих в деянии святых апостолов он попытался симон симон был бывший попытался покаяться и у него не получилось ничего да ему он не был прощен да хороший пример мы как раз вот с натальей усатой спорили мне это хотелось верить что он покаялся но в библии ну как бы такого четкого определения нету а вот и у нас но у нас и православных есть история церкви вот что хорошо и дальше дальнейшая судьба его повествуется что никакого покаяния не было вот то есть он видимо продолжал желать зарабатывать вот таким вот образом раньше он был симон волкованием зарабатывал и сегодня у нас попытай идут они неверующие они устраиваются на работу зарабатывали деньги на нашем невежестве и чем больше мы грешим тем больше мы каемся потому что у людей тем больше приносим жертвоприношения потому что совесть говорит мы хотим бога у милости ведь не попов у милости они этим пользуются вот все повторяется история то сыновья священника и лу или как там правильно и или я приносили люди жертвовали они первую очередь себе в рот так он их увещевал отец священник этих сыновей говорил им пальчиком грозила я я нельзя так делать вот и мы детей тоже воспитываем а я нельзя так делать и чем дело кончилось все пошли в ад и дети и этот священник а из-за чего надо было жестко наказывать вот против этой жесткости идет сейчас борьба ювенальная юстиция и прочие сатанинские вот эти гереси детей ни в коем случае не нужно наказывать у них как это называется право право ребенка права животных права женщин права мужчин права 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 у всех свои права у вас одно право друзья исполнять заповеди божие слушай поглядя мне вот интересен пример нынешний вот и на тихоныч у него он часто бывает молится а потом говорит какое у него чувство было и некоторые у него были чувства когда он не мог молиться за людей которые был умными там или что-то вот такое бывает ну может быть еще имел это но меня тоже было допустим такое да называется молитва не идет то есть ты чувствуешь что человек не собирает оставлять этот грех не идет молиться то есть он уперся а я вот заядлая феминистка и меня ничем не изменишь я но хороший психолог исследователь он плана по нашим делам о поднятию даже ветка говорится он смотрит на нас и решает какой следующий шаг ему сделать чтобы нас ввести в заблуждение грехи в искушение эти страшные и вот то же самое и здесь тоже получается ты же ну ты же индивидуально личность такая же подобная господу поэтому господь нас свободными сотворил и разумными и мы смотрим на этого человека и когда мы не видим его раскаяния ну не видим просто вот это спаси христос спаси христос это прости христос и христос да слушайте повинуясь и поэтому такие могут быть решение приходят молитвой не о том говорю чтобы молиться но если будешь молиться то что грех будет тебе что нет блажен кто верует то есть но здесь имеется ввиду смысл то есть эта молитва бесполезно бог как говорят святые никто не я не бог тебе не поможет если ты сам себе не поможет если человек сам добровольно выбирает сторону греха зная слово божие его лечили он все равно идет поперек нет я сам знаю у меня свои учителя лжеучителя не надо мне ничего говорить то есть не принимает но молиться за такого человека нужно но бесполезно хотя бы вот на этом этапе пока он так говорит то есть это уже упёртость в грехе серёж давай это не будем отвлекаться гляди я хотел бы еще напомнить что должен быть прекращен гнев на ближнего ты можешь за него и не молиться но ты не должен у него вот допустим я могу привести такой пример вот у нас была революция многие люди погибли и верующие а те которые их убивали они остались безнаказанными потому что 73 года считай два поколения прошло людей со времен вот это восстановление этого государства бесовского не побоюсь этого сказать и власти бесовской и эти люди которые первые там убивали были нквд чекисты они остались не судимые и никакого покаяния не было естественно может у кого-то и было но я не верю что там массовое было покаяние они умирали сытые довольные присыщенные как говорится жизнью и вот у меня к ним была страшная ненависть я был антикоммунист и вот пришлось много меня пережить чтобы от прийти вот именно вот к тому вот чем здесь говорится прекратить гнев свой на них и гнев обратить именно на те учения которым будет заражено человечество и которые конечном итоге приведет вот этому армагеддону она будет продолжаться коммунизм есть коммунизм еще каких масштабах даже у нас молодые коммунисты вопроса я хочу сказать сестра что я наказывал свою дожку физически ремнем ты не считаешь это грехом ну не не боль не сильно а страшно ну как написано в домострое чтоб страшно было главное чтоб страшно было а иных страхом послайте я чё-то не понял а причем есть грех вам чё местописание надо теперь открывать наказывать сына чтобы ребра трещали что ли вы читаете слово горжика немножко открывайте симфонию раз не видите ничего ничего себе там мест 100 приводится как нужно наказывать ребенка и пословицы русские они откуда взялись так наказывали ребенка пока он поперек лапки а не вдоль вдоль уже бесполезно значит вырос там уже такой макина как вот у нас братья вырастают 17 лет он уже выше меня на голову вот все наказывают ремнем не слышно написано не жалея роз не жалея роз как это воспитывай начинаем приглаживать что-то здесь она так продолжать я хочу сказать это воправдание не в однократство что наказание-наказание это рознь можно не прилагая усилий ребенок бывает такой ну окаянный понимающийся почему бы нет ну когда уж совсем разбиваются когда принимаются это обычно девочки это помягче меня вот сильно наказывали сестру нет потому что я был такой много хулиганистой по-моему я послушный не то что хулиганистой я ничего такого не делаю просто не слушался куда-то бежать там по лужам прыгать надо родители грязь какую-нибудь войну что там кого-нибудь там пулькой шибануть куда-то в голову в пульки тогда наезжали вы не знаете что это такое резинка натягивается на такую гильярную основу зажимается курок и потом стреляешь своего оппонента а он стреляет естественно можно было вот за это в основном она так выглядит вот ну может в один и даже три года и не стоит руки-то применять один год то что там будет три чего они понимают то еще первое послание и она 5 глава с 18 по 21 стихи мы знаем что всякие рожденные от бога не грешит но рожденная от бога хранить себя и лукавый не прикасается к нему мы знаем что мы от бога и что весь мир лежит возле знаем также что сын божий пришел и дал нам свет и разум на познаем бога истинного и и да будем в истинном сыне его и иисусе христе все есть истинный бог и жизнь вечная дети храните себя от идолов аминь толкование наставив нас тому какой грех к смерти и какой не к смерти затем обозначает кто может грешить к смерти и говорит усыновленный богом никогда не может болеть грехом ни к смерти ни не к смерти ибо однажды придав самого себя христу обитающему в нем через усыновление он остается неприкосновенным для греха однако чтобы кто-нибудь не подумал что природа его притворяется и становится уже неуловимой для греха прибавляет храните себя то есть если не будете хранить и беречь себя от лукавого то без сомнения согрешите и так он не по природе достигает безгрешности но по великому дару божию бог усыновив нас удостоил нас такой благодати что мы сохраняя и соблюдая поданный нам от него дар можем и не грешить в противном случае так как мир под миром разумеет те которые не поставили себя в отношении богу положение сынов через правые дела возле лежит ничто не воспрепятствовало нам пристать погибающим потому что мысль человека от юности его усердно прилежит на зло книга бытие 8 глава 21 стих и обонял господь приятное благоухание и сказал господь бог сердце своем не буду больше проклинать землю на человека потому что помышление сердца человеческого зло от юности его и не буду больше поражать всего живущего как я сделал как бог показал это при потопе то есть но как пришел сын божий и дал нам разум к познанию его истинного бога и пребыванию в нем истинном сыне его иисусе христе то через этот великий дар мы познали что он есть истинный бог и жизнь вечная и познав пребываем неискушенными от лукавого и соблазнов его так как апостол павел так как апостол простите писал настоящее послание к совершенным верующим то некоторые спрашивали для чего он заповедует им хранить себя от идолов апостол писал это всей церкви которая не вся наполнена была людьми избранными а между ними бы между ними иные были и с неправым расположением таким и дает он эту заповедь опасаясь за их слабость блаженный феофилакт опустил здесь следующий седьмой стих ибо 3 соответствует на небе отец слова и святый дух и сие три суть едино причина этого конечно то что у него был под руками под руками такой текст нового завета в котором нет этого стиха да ибо ибо 3 свидетельствуют на небе благодарю отец слова и святые дух и сие три суть едино причина этого конечно то что у него был под руками такой текст нового завета в котором нет этого стиха между тем стих этот есть во многих других списках нового завета употребляется святыми отцами и писателями церковными необходимо требуется составом речи апостольской короче говоря этот стих несомненно подлинный митрополит макарий том 1 страница 235 по 240 санкт-петербург 1850 год вот такое вот место писания интересным уже обсуждали это и вот с наталья и усатой у нас спор возник кому он писал грешным негрешным к святым не к святым в другом месте мы разбирались а здесь вот толковательном четко говорил конечно он писал к совершенным людям к верующим но еще раз повторюсь среди всех людей которые слушали могли быть и не вполне совершенные вот не избраны часто часто я вот от игнатия слышу игнать тихонич слышит это а почему человек грешит вот ему говоришь в городе слушает внимает да да продолжает он не избран не избран для спасения бог говорит исаака возлюбил сава возненавидел но как бог может ненавидеть он же любовь как ну вот так а кто ты глина которая споришь с горшечник слепил горшок он тебе не понравился сломал другой слепил ты творец так и господь бог бог никого не любит кроме живущего с премудростью на прошлом занятии тоже мы как бы говорили но но нужно еще понимать что бог вечен и у него другие измерения он любит свое творение в принципе вообще он желает чтобы она жила вечно и всегда бог не желает смерти грешников он не желает никого убивать в этом и любовь заключается но по справедливости если он сказал смерти умрешь он должен исполнить потому что бог не может отречься самого себя он есть и бог любовь не желающий смерти грешника и справедливость желающий чтобы зло зло не сам человек его творения зло на земле прекратилось извергнет зло и среди себя то есть если видите человека в церкви согрешающего грехом не к смерти молитесь если грехом к смерти ну призови свидетелей при двух или трех а дальше дальше по нарастающей если тебя не послушает скажи если при братьях не послушая человек уперся в этом грехе скажи церкви если и церкви не послушать дальше что да будет тебе как язычник и мытарь какой-то ж по любви разве выгонять из церкви у меня выгоняли по любви я вот вот я перед вами если бы не выгоняли я бы от греха не отстал бы от этого а так меня напугали а как я буду в грехе одно но я буду вне церкви я буду в аду я буду за пределами церкви вне церкви нет спасения вот чего мы бояться должны да мы мы молимся о единодушии единомыслию церкви а чем эту молитву то творим если бы все было у нас единодушно единомысленно если бы все ходили во свете как христос а этого не бывает поэтому и говорится там ну вставляется что не все правомыслящие люди то есть один так думает другой так помнишь у нас вот было там все скоро 666 до в москва это или не москва там в москвичи вообще не любят об этом думать что она взорвется москва ну если так будет и поэтому вот это правомыслие должно во всех проникнуть и поэтому так он и говорит что правомыслие проникло для этого каждый должен быть без века водиться христом иметь чувствование христовы поэтому у нас одно толкование должно быть почему в храмах у нас ничего нету православных наших потому что нету единого толкования каждый сто раз сто раз там послушай немножко только каналы союз или спас этот это просто кошмар какой-то кошмар священники что хотят кто творят что хотят кто говорят на любые вопросы у них 100 лопат этого житая и главное говорят что надо исполнять надо исполнять надо исполнять сам сидит или бритый или не крестит правильно это уж точно или в храме у него торговля конечно же есть но как ты можешь говорить об этом других учить если ты священник и не можешь элементарного сделать троекратно погрузить человека еще и деньги за это берешь еще и хвастаетесь этим прям чеки вывешиваете и вернее а тише что это пожертвование добровольное 1500 или 3000 рублей так вопросы еще есть так но по наказанию детей вопрос пожалуйста накидайте места священного писания где господь повелевает наказывать детей и сегодня уже упоминали священник который воспитывал детей но не наказывал сегодня он упоминаемый было которые творили такое зло в церкви жертвоприношение присваивали себе и отец священник их не наказывал они прелюбодеяние творили еще не только там жертву себе присваивали прелюбодействовали женщинами которые приходили к храму молиться ну как таких не наказывать как да и вообще надо было изгонять написано связывать бить и изгонять чтобы они не были священниками вот патриарх будет отвечать за своих кому там на руках полагал митрополитов епископов и священников и диаконов вот про ангелочков написано ангелочек говорит орога в потолочек это по моему пословицу все знают поэтому это ангелочки они пока они не постятся пока вы в церковь не вводите они в ангелочки будут там пока шоколадками закармливаете а как только начнется воспитание настоящее и ангелочки куда исчезнут или что-то надо будет делать вот они два ангелочка пришли ко мне заниматься ну как их не наказывает они же едят это безгрешные твари воспитывать же их тоже нужно через физическое воздействие дрессировка проходит в любом цирке дрессировщики применяют и гуманисты они на это нападают что цирки все закрыть цирк конечно это зрелище него не богоугодно но я сейчас не про зрелище говорю про грехи рух и про воспитание вот и животные часто сравниваются с людьми во что вас бить еще господь сравнивает священном писании осел знает ясли а как он знает но естественного полка загоняли в это если он знает а вы не знаете я вас бью вы все в язву из головы до ног и вы не слушаетесь меня сережа воспитание человека должно по идее проходить легче но и господь сказал его зло от юности в человеческом сердце допустим очень легко воспитывать в мусульман молодых почему девочек убьют если они не будут ходить просто зарежут и все а мальчики должны заниматься постоянно физической дракой все а это и есть зло понимаешь там эти трясутся девчонки жами а эти ходят гоголем с кинжалами да пистолетами с автоматами у кого не возьми вот и воспитает а христианстве все должно быть мирно миролюбило и так далее поэтому государство не может быть христианским может быть только как какая-то община христианская и это и это показываем мы с тобой наши братья сестры которые вокруг нас те кто присоединяется к нам уже видели их они к нам приезжают миролюбие должно быть то что христос заповедовал а через миролюбие пику всегда идет зло обязательно ребенок рождается неверующим но нельзя родиться верующим никак и поэтому все равно приходит время когда он должен или самовоспитаться или его надо воспитать христианских заповедях ясно что христиане не будут наказывать убийством я вообще не понимаю какие нападки могут быть здесь на нас чем мы кого-то избили убили или чё я не пойму вот можно там это прикасаться к ребенку нельзя ну прикоснись там что там ремешок прутик там немножко ата-та и все ну как все всегда делали меня ж никто не убил тоже отец пряжкой даже стегал молодец правильно делать я могу только поклонился и поцеловал его деснику сказал отец ты правильно меня наказывал все время я благодарю тебя да я нет я ничего я туда ты сам не знал тебе твоей рукой бог водил а ты ничего и не знал поэтому и библия нам об этом постоянно пишет о воспитании детей но если они видят что мать или отец верующие и не поддаются что еще делать там ну до 18 лет попробуйте это и так и так и примером мира в начале когда маленький но чуть подрастает попробуйте ему и сыпать рост не пожалеете я златоуст вообще говоришь освети освети грешную морду святой кулак если видишь что идет на листалище человек вы слезть повозки подойти к нему затей драку только не пускай его на это аресталище ну то есть на зрелище в храме в храм тащи его но это златоуст ну как бы гиперболически но златоуст все таки сами понимаете а тут ваши дети родные неужели ты будешь смотреть как он гибнет до конца местописания серию прочти брат ты видно тебе игорь добунов прочти видно тебе микрофон ключи брат игорь прочти ты не слышать я ну вот притча 1013 в устах разумного находится мудрость но на теле глупого розга но это не совсем но 13 притча 13 глава 25 стих кто жалеет розги своей тот ненавидит сына а кто любит тот с детства наказывает его ну то что я прямо сейчас сказал притча 22 15 глупость привязалась к сердцу юноши но исправительная розга удалит ее от него 29 15 причин розга и обличение дают мудрость но отрок оставлены в небрежении делает стыд своей матери я как будто библию цитировал игорь а вопрос про девочек в библии что написано как их то есть здесь юноша юноша отрок и так далее а где написано как наказывать девочек ну по идее девочки вообще должны если видят что юношу наказывают у девочки должны быть тише воды ниже травы и видишь там же легко было она не выходила из дома отца ее держали как вот сейчас держит в этих в домах и мусульмане своих девочек если выпускают тут только с кем-то и так далее а у у нас то это не принято поэтому вот так вот то есть в библии что-то не сказано как воспитывать девочек сестра не надо упорствовать нет я не упорствую не надо упорствовать ну нет девочек воспитывали мать была они там готовили и так далее почему ты упорствуешь я не могу понять если девочка если девочка требует наказания ну то же самое розга на тело ее и все вообще не вопрос мы сергеем спорили я говорю что в библии нет такого стиха где написано как вас как наказывать девочек не воспитывать а именно наказывать а он вот он настаивает на том что делу в библии где-то сказано хорошо я тебе скажу как наказывают девочек если она где-то где-то куда-то пошла одна и ее там изнасиловали и она оказалась и не кричала и оказалась дочерью священника привести ее к воротам отца там полить чем-то или не полить или обложить хворостом и сжечь что тебе легче стало нет это я читала ну так вот наказывай чтобы не ходила где попало если она как любит шариться и все успокоилась а то начинают бегать там от родителей и так далее да я понимаю как наказывать а просто вопрос в том что в библии не написано вот и все в этом вопрос я свою наказываю физически наказываю маленькую и большую поэтому вообще не вопрос написано жены циклах ваших да молчат чё про мужиков не сказано нигде не сказано чё сейчас сергей павлович будет стоять там около этого алтаря и болтать что ли направо налево совсем или я там буду сидеть что-то там рассказывать нет мы сидим молчим потому что если мужчине нужно молчать то женщине подавно то есть если женщине сказано молчать мужчина тем более должен молчать это естественно он же разумнее это вы утлы сосуд аниме поэтому тут тоже сказано юношу наказывают про девочку не сказано потому что ясно что она тоже ребенок только за ней больше отец смотрит там написано что отец забудь что такое смех забудь что такое даже улыбка и если воспитываешь девочку ну про отца про девочку ты чего не помнишь девочка почему так он делает ты должна же понять почему какой-нибудь юноша улыбнется ей она уже подойдет к нему он добрый хороший а он улыбается потому что ладошки потирает уже мысленно вот она жертва идет о речке вот тут и рожать ее бить нельзя у нее хроническая беременность или пока и отчетом помадки и бьют что ли как нельзя тут написано про сына не умрет то есть вот если накажешь его розга он не умрет сын не верю что я не слышно или что да я микрофон на тигнах тихоныча подключи на вопрос и пускай отвечает тут вопрос уже идут его нету пока у него что-то не палатки с интернетом а у тебя чу палатки нет у меня палатки тоже написано игнати лапки недоступен сегодня что-то такое то нет у меня да слава богу все нормально просто если человек меня не слышит не желает хочет не желает слышать не верит но я и прошу тебя прочитать там места священного писания от его мы спорили видишь вы чё спорить это ну в храмах храмах написано в церкви спорить неприлично не надо спорить зачем стоит если человек начал спорить отойди сереже уже места писания прошли уже все понятно мальчик девочки сейчас будут козла еще собаку кошку и разбирать в разных степенях чем они люди что ли все своих свою искательницу вечной жизни женщины такие же как мужчины вот они поэтому такие сейчас девчонки есть сыромятные что захотелось утворить 13 лет уже невозможно остановить хоть под кого ляжет хоть куда залезет так вот в том то и дело что елена считает что наказание способствует этому то есть о плавали знаем пишет она ее наказали она пошла ноги раздвинула другому кто и приголубит то есть смысл такой то есть наказание способствует как обман давая сейчас переписку нашим выставлю что не понятно понятно не знаю почему я могу понять ты страдаешь ты сейчас только что сказала что в библии нет не говорится о том что нужно наказывать девочек но я за наказание при этом тут же говорю что в библии этого нету значит и против в библии что ли говоришь или как серёж я место писания привел ее сжигают перед домом отца если усвященник ты понимаешь что до чего дело то дошло уже она как бы не виновата а только одно она куда-то одна пошла вы дальше разбираете юридическую подоплеку значит ей не надо было ходить а сказали красной шапочкой иди там пирожки бабушке отнеси а если она иудейская девочка она скажет мамочка ты знаешь я пойду а там ребята ушлые разбойники захотят мой вас воспользоваться они все знали и а были тогда можно а было такое чтобы сжигали не было не был никто не хотел ходить где попало вот и все я еще раз повторяю что я за физические наказания вообще не могу понять о чем спор все я ни в коем случае не хочу спорить вообще я не спорю все не что я только местописание читаю а то что переживаете за детей это прекрасно похвально просто это отлично мы с детьми только беседуем беседы беседы местописания беседы опять и гнати тихон еще очень сильно помогает особенно лагерь все это ну то что он там делает там что-то крапива или чем там делать никто не знает это все в отдельной теле нам никому я уставший воспитатель сергей павлович старший воспитатель и мы никому не прикасались ни разу вообще этого даже понятия у нас нет чтоб к ребенку прикоснуться даже мне охота ему ну хорошо поет он или что-то сделал хорошо мне его охота приобнять такой по плечику похлопать молодец брат молодой такой уже такой активный я это себе не позволяю по разным причинам что-нибудь кто-то увидит скажем билл или еще что-нибудь скажем там какую-то гадость много всяких идиотов поэтому у нас все на основе священного писания стараемся своим примером показать если работают дети мы тоже работаем ложку там подносим там и все как надо чтобы правильно кушали одевались они трапезничали правильно беседовали с людьми со взрослыми вот у нас начинает там парнишка любит на взрослыми смеяться мы сразу на вид ему это ставим откуда у тебя разбираем почему ты смертно взрослыми почитание должно быть доходим до самой сути и он понимает это раскаивается не надо ни наказания ничего вот в чем наказание это когда неверующие люди понятно если вы верующие ребенок с вами ходит в храм божий хорошо станет молится вы побеседуйте с ним о чем он молился о чем он думал в этом ну храме расскажите сами о чем вы молились про давайте дальше идем отвлекаемся очень долго второе послание и она первая глава 1 2 стихи глава 1 старец избранной госпожей и детям ее которых я люблю поистине и не только я но и все познавшие истину ради истины которая пребывает в нас и будет с нами вовек толкование некоторые думали что настоящее послание как и следующее за ним принадлежит не ивану возлюбленному ученику господа но другому лицу ему соименному потому что и в том и другом послании писатель называет себя пресвитером и одно послание пишет к одной женщине а другое гаю снова к одному что не подходит посланию называемому соборным при том начало этого послания не такое какое в первом послании на это мы скажем следующее в первом послании он не сделал такого сначала какое здесь потому что писал его не к определенному лицу или к церкви известного места как сделал апостол петр определенно означившись что он пишет к иудеям находящимся в рассеянии и прежде него апостол иаков но обращался с речью ко всем вообще верным собранным ли или находящимся в рассеянии потому опустил это начало здесь называет себя пресвитером а не апостолом не рабом иисуса христа как прочие апостолы не называет себя апостолом быть может потому что он не первый проповедовал евангелие в азии но после павла и не проходом как тот но постоянно оставаясь там не назвал себя рабом иисуса христа потому что при сильной своей любви надеялся быть вне страха рабства пресвитером же старцем только он соизволил назвать себя и потому что писал эти послания уже в старости или потому что именем пресвитера обозначил свое епископство так как в то время имя пресвитера обыкновенно употреблялась о его епископах пишет к верной женщине и этим нисколько не унижает себя потому что во христе иисусе не имеет различия не мужеский пол не женский галатам 328 пишет к одному гайю по примеру апостола павла который пишет какие-то к тимофею в частному лицу филимону это о начале послания подлинность этих посланий обнаруживается из образа выражения прочего строя речи ибо и здесь писатель часто повторяет свою речь говоря одно и то же и об одном и том же при малом к тому поводе чтобы утвердить речь о двух предметах просит апостол избранную ту о том чтобы она ходила в любви о том чтобы отвращать еретиков называет ее избрана или по имени или по любви к добродетели говорит что любит ее поистине и не только ее но и всех единонравных ей имеющих истину утверждающую самих себе говорит что любит поистине ибо можно любить притворно одними устами как самым в первом послании обличил некоторых верующих но лицемерно сказал которая пребывает в нас прибавил и будет с нами вовек к этому опять присовокупил что будет с нами благодать и милость показывая какие блага произрастают от совершенной любви вопросы о второе иоанна 1 глава 3 стих да будет с вами благодать милость мир от бога отца и от господа иисуса христа сына отчего в истине и любви толкование ибо один только бог в собственном смысле есть отец сына посему и павел говорит от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле эфесянам 3 глава 15 стих в истине и любви этими словами придает достоверность встречи указывает признак любви который говорит мир то есть мир истинный и твердый не по одному только виду вопросы пока все понятно дальше первая глава второго послания иоанна 4 по 6 стихи я весьма обрадовался что нашел из детей твоих ходящих в истине как мы получили заповедь от отца и ныне прошу тебя госпожа не как новую заповедь предписывая тебе но ту которую имеем от начала чтобы мы любили друг друга любовь же состоит в том чтобы мы поступали по заповедям его это та заповедь которую вы слышали от начала чтобы поступали по ней толкование поистине дело весьма радостное найти человека непреткновенно идущего поприщем веры во христа по его заповеди какая же это заповедь та о которой христос говорит в евангелии кто любит меня тот соблюдет заповеди мои евангелие то она 14 глава 23 стих отцом называет здесь христа потому что он есть и отец тех сыновей которые по домостроительству даны ему отцом как сказано вот я и дети которых дал мне бог прокисалась 818 примечая здесь подлинность настоящего послания в этом случае она согласна со сказано в первом послании 5 глава 2 3 стихи знаем что любящий бога соблюдает заповеди его ибо поступать по заповедям тоже что соблюдать в добродетели деятельны и бытие имеют тогда когда совершаются посему кто перестал ходить в добродетелях тот и не хранит их ходящих сказано с мыслью указать на преуспеяние приз преуспеяние ибо чем более кто действует в добродетели тем далее уходит вперед тем больше приобретает навык добру посему думаю сказанное сие во что желают проникнуть ангелы 1 петра 1 12 ибо благо дарованные нам в очеловечившимся словом столь велики что и ангелам желательно получить хотя некоторое понятие о них ибо так нужно понимать проникнуть всякий благоразумный желает того что не прекратится но продолжится навсегда и как неисчерпаемая нельзя всецело обнять то желательно по крайней мере настолько возможно сделать соучастником в нем не как новую заповедь и объясняет о любви что сущность ее заключается в хождении по ней и заповедь они есть заповедь от начала и дана не для чего иного как для того чтобы вы поступали по ней вопрос да сектанты очень не любят когда говорят что нужно исполнять заповеди они вопросом задают а что самое главное для спасения что самое главное что исполнять заповеди исполнять заповеди и так далее и так далее а дух живополит вот они любят спасение это вера во креста вера в правительство спасется вот у них так все просто а здесь прям все стихи все стихи с самого начала говорят о том что не исполнять заповеди исполнять заповеди главное для человека исполнить заповеди любовь любовь к богу это исполнение заповедей я так понимаю что здесь в исполнении заповеди ты как раз и показываешь делом это то есть покажи мне веру без дел твоих я покажу тебе веру из дел моих если нету никаких дел как ты веру может показать одни слова может быть пример какой-то привести что понять не было что значит исполнять надели это наша община вот и знаки тихоныч начал трудиться начало он трудился над собой это у него немного времени заняло потом начал проповедовать он еще сам не понимал что он учится проповедовать у литовцев там проповедовал даже на немецком языке но проповедовал конечно не у православных там не по слову божьего не знаю и по слову божьего не надо оповедовать то вот еще самое главное все это было у литовцев и пятидесятников и учеба у него там пошла и потом он когда понял что православные то ничего не знают он начал и пошел к своим а своей его и приняли и вот потихоньку полегоньку осел в Барнауле везде благовествовал везде и говорил слово божье а ведь были гонения и в конечном итоге когда гонения то закончились люди откликнулись батюшка тут как раз получил статус пресс-фитера уже в зарубежной церкви уже никто не гонит и стали стекаться люди кто-то остался еще с тех которые до социализма ну многие конечно разошлись и разъехались такие как вот Яковли отец Григорий которого убили в туре он здесь у Игнатиховича обратился потом у Геннадий Фас тоже здесь обратился тоже священниками все стали не захотели быть мирянами благочестивыми надо было им пойти в священство один погиб другой сейчас ну не тот пресс-фитер которого мы желали увидеть ну в общем короче говоря вот община наша вот собрались люди верующие троекратное погружение все это понимают что нужно троекратное погружение много нас мало но мы есть мы здесь рядом вот что значит дела вот что значит проповедь и потихоньку люди собираются вот сколько уже лет прошло уже у нас 28 лет в общине уже будет 29 на следующий год и люди все собираются и приходят и молодые люди приходят и еще а сколько обращаются через интернет сейчас люди когда слушают и читают Слово Божие ну и мы тоже по силам сколько можно проповедуем постоянно уже сколько начиная с 96 года проповедь он сидит ну вот такой пример к примеру такой пример к примеру что дальше идем второе послание Иоанна 1 глава 7 стих ибо многие обольстители вошли в мир не исповедующий Иисуса Христа пришедшего во плоти такой человек есть обольститель и антихрист толкование заповедью о любви убеждает к единению к тому чтобы они не переходили к обольстителям которые уже ходят по миру и отвергают пришествие Господа во плоти говоря о хождении по заповеди данное от начала показывает что мнение заблудившихся еретиков ново и убеждает верные держаться этой начальной заповеди а не увлекаться обманом еретиков ибо и Христос своим ученикам относительно обольстителей заповедов многие придут под именем моим говоря что это я не ходите вслед их Евангелие от Луки 21 глава 8 стих итак всем соблюдающим заповедь повелевает не обманываться но почитать антихристом того кто скажет это в греческом тексте сказано не исповедующий Иисуса Христа грядущего а не пришедшего во плоти из чего видно что были некоторые отвергавшие второе пришествие Христова и сам Господь когда говорит что многие придут под именем его говорит не о первом своем пришествии а о втором впрочем совершенно справедливо что отвергающие второе пришествие не признают и первого ибо если Господь приходил уже во плоти и обещал еще прийти то очевидно отвергающие второе пришествие Отвергает и первое. Кто верует, что Господь приходил, тот с верой примет и обещание его. А кто отвергает обещание, тому ничего не препятствует отрицать и первое пришествие. Посему-то полагаю и выразился апостол грядущего, а не пришедшего, чтобы одним словом обнять отвергающих оба пришествия Господня. Для большей ясности пред этим нужно подразумевать, кто не исповедует всего, а потом уже читать, тот есть обольститель и антихрупп. Без этого дополнения речь не полна. Вот что такое понятие антихрист. Причем он, как принято, антифашист, антикоммунист, антиглобалист, человек, который борется с чем-то. Но анти это значит против. А здесь этот антихрист он просто не исповедует, он уже антихрист. Понимаете? Он не говорит, что не верьте, Христос не приходил с плакатами, демонстрацией, митинги устраивает. Нет, он просто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Но опять же написано, есть обольститель. А как обольстить человека? Ну просто молчать и не говорить о Христе уже обольщение. Да нет, он же, наверное, все-таки, как я понимаю, обольщает. Обольщает, значит, было в то время, когда Иоанн писал это послание. То есть, ибо многие обольстители вошли в мир. То есть, да, и здесь нам толкователь говорит, что учеников уводили от Христа. Мой отец покойный, он мне говорил, сынок, не верь, Христос не воскрес, его украли. То есть, он не верующий атеист был, его так научили, он так передал. Кто так? Вот он антихрист, отец. В то время был. Но мне хочется, может, он за день до смерти покаялся. В вопросе табакокурения, за два дня до смерти он покаялся. А за день до смерти опять впал в грех. Так покаялся он или не покаялся в табакокурении, в грехе, смертоубийстве, самоубийстве. Да нет, конечно. Если бы он покаялся, то бы он до дня смерти бы не делал бы этого. Вот в чем истинное покаяние. Прости, Господи, я больше так не буду. Именно и не нужно это делать. Всеми силами стараться. А если уж что-то грешил, отряхнулся, пал, вставай, опять пошел на исповедь, опять. Я так не буду, это грех. Я боюсь, Господи, что ты меня в ад затолкаешь. Христос говорит, можно вместо писания? Христос говорит, что многие придут под именем Моим. Если скажут, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо как молния светкает от одного края мимо до другого, так будет предшествие Моя. Так, вопросы? Да, вот то, что ты говоришь, это правильно напоминание тем людям, которые не могут никак разобраться в антихристе и так далее. Во-первых, антихрист никогда себя не будет называть, я антихрист. Это совершенно верно. Дальше. А какого Христа ждали иудеи? Тот, который будет сильный. Сильный будет в политике, будет физически сильный, на коне там и так далее. Который освободит их от игоязычного. Вот какой должен быть этот правильный Христос. Это мы его называем антихристом, потому что он-то как раз не будет Христом. Но все его примут за Христа. Поэтому не обязательно будет антихристу говорить о Христе. Что вот он там ему подражает, это вот я тоже такой же хороший. Да наоборот как раз будет все. Поэтому он и сможет дойти до того, что построит и храм, и он там сядет на престоле и будет выдавать себя за Бога. В общем, это-то и побудет евреев отречься от него и узнать о Христе истинном, который приходил уже много-много веков назад. И уже их спасал. Брат, там же написано и возряд на того, которого пронзили. То есть там конкретно речь о пронзенном иудеями Христе. Значит о Христе будет идти речь в то время. И он антихристом уже в самом слове Христос. Я что-то не согласен с тобой, что он не будет называть себя антихристом. А может быть он... А возряд на которого пронзили, кто возрит? Иудеи. Ну когда они возрят? А как они возрят? Ну когда пелена у них спадет с глаз? Когда она спадет? Когда они скажут, что я вам Бог, чтобы с неба дождь дать? Тогда они увидят, да какой ты Бог, лжеца обманщик. Какой ты не Бог. А он будет, да, выдавать за Бога себя. Да ему только хватит, не надо дать никакого дождя уже, Сережа. Ты зачем так глубоко там пилишь, чтобы в разуме был? Он просто скажет, что я Бог и все, этого достаточно. Они не Бога ждут, они ждут Мессию. Не Бога они ждут. Ну я с ними не общался, спорить не буду, кому они ждут. Я просто по написанному говорю, что... Они Бога ждут, ну понятно, что они всегда с Богом. Вот как они думают. А должен прийти Мессия от Бога, от Бога. И он может назвать себя даже Сыном Божьим. Но сегодняшние иудеи, они же не исповедуют Иисуса Христа грядущего и пришедшего во плоти. То есть они не верят, что Бог приходил в виде Сына Божьего, воплотившегося. Они в это не верят. Поэтому они названы антихристами. То есть неверие во Христа, это есть антихристизм. Неверие в коммунизм, это есть антикоммунизм. Неверие в фашизм, в идеи. Ты вот антикоммунист. Согласен? Согласен, потому что ты не веришь в их идеи. Они не верят во Христа, значит они антихристы. Вот я вот такой смысл вижу в этих словах. Ты не исповедуешь идеи коммунизма, ты антикоммунист. И я антикоммунист. Ты не исповедуешь идеи фашизма, ты антифашист. А они не исповедуют Иисуса Христа, они не христиане, значит они антихристы. Раз они не исповедуют нехристи, по-другому у нас на Руси называли таких людей, которые грешники. а это кто-то на грехе даже и речи нету самый главный грех не веря во христа почему человек не верит а потому что дела его злые люди более возлюбили тьму нежели свет христос говорит я свет пришел в мир так братья давайте на сегодня закончим интересно было сегодня спастись христос так давайте помолимся достойно есть около истину блажите тя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления бога слава росшую сущую богородицу ольга симоненко помолись пожалуйста господь богородицу господь богородицу хвала тебе слава чести поклонения тесто льду плитой распусти нас с миром у кого какие нужды помоги господи посетить нищих болящих сиротых слов отхожи помощь из среди ухеш слава тебе боже наш за все милости щедроты аминь 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 с богом аминь с богом с богом аминь